Приветствую вас на канале Спорткартс. Начинаем обзор коллекции по российской премьер-лиге 21-22. Альбом наклеек от компании PANINI. Посмотрим сначала сам альбом, затем наклейки стандартные. Вариант обзора. Вот обложка, достаточно красочная, красивая, в цветах теньков. Ну и соответственно на данный момент в цветах премьер-лиги. На обложке у нас здесь и открытие даже не этого прошлого сезона. Ну и в этом раскрылся уже в рамках сборной России Захарян, Гильермо есть на обложке, Хвича, Кварацхелия, Азмун, Ларсон и Набоа. Ну что ж, давайте посмотрим, что нас ждет внутри. Ну стандартный вариант обратной стороны обложки. Здесь описано, какие данные на самой наклейке представлены. Краткое описание содержания альбома. Первая страница отдана Залу Славы. Здесь я так понимаю, что наклейки с трофеями лиги, официальный мяч здесь представлен. По идее должны красивые наклейки быть, скорее всего блестящие. Ну посмотрим, если в пакетиках попадутся поподробнее. Рассмотрим их. Это разворот, посвященный первой команде. Конечно, это Зенит, чемпион прошлого сезона. Здесь у нас, как видите, Дуглас Сантос, Артем Дзюба. Уже напечатанные фотографии. Ну и достаточно много слотов для наклеек. Поэтому представительство по каждой команде обещает быть максимально полным. Что, в общем-то, интересно. Я думаю, и красиво будет. Посмотрим опять же сами наклейки. Как видите, каждой команде посвящена еще одна страница. В данном случае это смежные страницы «Зенита» и «Спартака». Здесь, я думаю, что расположены наклейки уже, скажем так, параллельной серии. Ну посмотрим опять же в пакетиках, что нам выпадет. Помимо всего этого статистика по последним, я так понимаю, пяти сезонам информация об стадионе, о трофеях каждого клуба в чемпионатах России. Это страница, посвященная «Спартаку». Здесь же ссылки на социальные сети клуба. Год основания, место базирования. Ну и вот так вот после первой странички, видите, у «Зенита» идет сначала большой разворот, потом страница с информацией о клубе у «Спартака» в обратном порядке. Сначала страница о клубе, затем такой вот разворот, где у нас уже представлен Джордан Ларсон, лучший бомбардир прошлого сезона с 15 уголами, как мы понимаем из информации в альбоме. Ну и Александр Максименко. Давайте посмотрим дальше. Следом идет «Локомотив» с Федором Смоловым и Мацием Рыбусом. Страничка также посвященная непосредственно клубу. Далее «Казанский рубин». «Футбольный клуб» Сочи. «ЦСК». Уже в новой, кстати, форме. В форме этого сезона. Насколько я помню, с этого сезона такой вариант формы армейцев появился. Здесь, естественно, Игорь Якинфеев, а кто еще мог быть? И Федор Чалов. Семь голов в прошлом сезоне оказывается забивший. Вот так вот. Покрутим дальше. Московская «Динамо». Да, тоже форма этого сезона. Приятно, что вся информация, все фотографии уже достаточно свежие, то есть использованы с этого сезона. По «Динамо» можно понять по тому, что форма «Пума». Именно с этого сезона москвичи в этой форме выступают. Далее страница, посвященная также «Динамо» и начала «Химок». Глушаков, видите, обнимается с партнерами достижений, трофеев у «Химок». Пока нет в высшем российском дивизионе, но уж не знаю. Сложно говорить, что это дело времени. Вполне возможно, что и нет. Идем дальше. Дальше у нас Ростов. После Ростова следует Краснодар. Ну, все оформлено в цветах клуба. В принципе, достаточно симпатично. Наверное, листочки могли бы быть поплотнее, так как-то очень они хлипенько выглядят. Но в целом, после того, как будут вклеены непосредственно стикеры, я думаю, что все будет гораздо весомее и приятнее в руках держаться. Далее Ахмат. После Ахмата следует Урал. Я думаю, сюрпризов не будет, и все клубы будут представлены. Видите, и Уфа. Имеет место быть в этом альбоме. Тульский Арсенал. Данил Хлусевич, кстати. Который, судя по всему, зимой покинет клуб. Открытие этого сезона. Самарские крылья Советов. С их бомбардиром Иваном Сергеевым. Далее у нас Нижний Новгород. Но это уже дебютанты, да, в конце альбома. Дебютанты РПЛ. Крылья Советов и Нижний Новгород. Ну и далее у нас идут уже нестандартные наклейки. Это лучшие игроки РПЛ. Скорее всего, по одному игроку от клуба. Но вот, во всяком случае, я вижу, да, здесь нет. Хотя нет, посмотрите. Вот Гильермо и Смолов, допустим. Два представителя Локомотива присутствуют. Также Спартака, два представителя. Три Зенита. Да, здесь не по одному от каждой команды, а, видимо, по другим критериям выбраны лучшие игроки. Галкипер Матвей Сафонова, допустим. Идем дальше. Здесь разворот, посвященный 20-летию РПЛ. Представлены все чемпионы. Соответственно, будут здесь и стикеры, посвященные каждому сезону. Ну что ж, это достаточно интересно. Исторические разделы всегда, всегда интересно и приятно посмотреть, почитать. Также обладатели кубка, суперкубка. Ну, интересная статистическая страница. Думаю, что всем будет приятно. Вот это, на мой взгляд, новшество. Во всяком случае, в альбомах по российским лигам. Это разворот, куда можно вклеивать повторные стикеры и создать из них команду мечты. Вот так и называется. Как видите, это разворот, команда мечты. То есть, можете из повторных наклеек создать команду, какую сами пожелаете. Здесь видите, по амплуа, тоже вратари, защитники. Разделено только слотами по цветам. Дальше уже это вопрос вашей фантазии. Пожалуйста. Достаточно интересный подход. Не знаю, все ли этим воспользуются. Но, достаточно интересный ход. Последний разворот. Здесь у нас рассказывается, что куда клеить. Никаких конкурсов нет. Многие интересуются, будет ли такой же конкурс, как КХЛ. По бэкам стикеров. Собрать слово и что-то получить. Здесь этого нет. Это обратная сторона альбома. Логотипы всех клубов. Логотип самой лиги. Ну, что ж. Достаточно симпатичный альбом. Опять же, как и в альбоме КХЛ, ничего супер нового может быть и нет. Но, вполне нормально для сезонной стандартной коллекции. Давайте посмотрим наклейки. Встроим несколько пакетиков. Посмотрим, что нам попадется. Посмотрим на варианты стикеров, какие могут быть в этом альбоме. Ну, вот, стикер с болельщиками. Ну, что ж. Довольно неплохо. Фанатская трибуна. Спартака нам попалась. Я думаю, что в альбоме будет интересно смотреться. Да, достаточно мелкая фотография. Но, тем не менее, разнообразие добавит. Это фотография восходящей звезды. Данил Пруцов. Наклейка. Ну, тоже достаточно неплохо. Во всяком случае, ни одна голова, как мы привыкли в старых лигах чемпионов. Да и во многих коллекциях по Нине. Ну, вот, более стандартный вариант. Владислав Сорвели. Также из Крыльев Советов. Вот. Здесь все, в общем, стандартная информация о дате рождения, рост, вес, амплуа, игровой номер. Все, в общем-то, стандартно. А вот логотип. Логотип достаточно простенько выполнен. Такая простая блестяшка с логотипом. Ну, я думаю, что страницу с командой украсит. В данном случае, это логотип Урала нам попался. Ну, и Джордан Ларсон. Шведский легионер Спартака. Также стандартная наклейка. Ну, логотипы, честно, могу сказать, могли быть поинтереснее. Может быть, немножко с фоном. Непростой там блеск. Ну, что-то более разнообразное. Давайте посмотрим дальше. Арсенал и Луценко. А вот, интересная блестящая наклейка. Это Капитан. Как видите, отдельно такие наклейки выполнены. Тоже никаких там суперспецэффектов блестящих. Стандартный блеск. Капитан Гильермо. Соответственно, локомотив. Здесь мы видим, как видим, наклейку, посвященную 20-летию лиги. Это, скорее всего, да, что-нибудь из чемпионской раздевалки. И снова Спартак. У нас, видите, и фанаты Спартака, и чемпионская раздевалка Спартака. Все здорово. Матвей Сафонов. Краснодар. И еще одна наклейка, посвященная болельщикам. На этот раз это болельщики ЦСК. Ну, здесь более укрупнено. Даже один из флаг или баннер попал в кадр. Смотрим дальше. Резуан Уциев. О, Фуциев. Уциев, конечно, в Ахмате. Это Резуан Мирзов. Из Химок. Идем дальше. СМЛЖ ГО Спартак. Так, Бактьюр Зейнутдинов. ЦСК. Кристиан Нобова. Сочи. И Роман Зобнин. Спартак. Ну, здесь у нас только простые наклейки были. Ничего особенного. Давайте посмотрим еще один пакетик. В принципе, особого разнообразия тут нет. Пожалуй, там, я думаю, что должны выделяться как-то наклейки с первой страницы. Но тем, кто купит блок, я уверен, что они точно попадутся. Купить можно у нас на сайте. Ссылочка под видео. Обращайтесь. Здесь все уже есть в наличии. Евгений Харин из Ахмата. Денис Якуба. Крылья Советов. Зурико Давида Швили. Из Арсенала. Георгий Шелия. Галкипер Ахмата. Ну, и последняя наклейка. Это Егор Бабурин. Ростов. Такие вот наклейки. Вот так выглядит обратная сторона. Собирайте наклейки. Коллекционируйте карточки. Всем удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok